Я бы хотел сделать обзор на Samsung S10e, S10+, ну и так, для сравнения поставить сюда Fold в 2021 году. Во-первых, если вы возьмете Samsung Galaxy S10 или S10+, вы ничего не потеряете в 2021 году, потому что телефон держит не хуже, чем 20-е поколение. 21-е поколение сейчас на вторичке в три раза дороже, чем бэушное 10-е поколение. Камера здесь почти такая же, реально, если снимать. Что фронталка, что заднее значение, может быть, она улучшилась процентов на 10. Ну, в плане зума улучшилась, конечно, сильно, но в плане обычной съемки, вот так типа достал, щелкнул, качественный снимок, 10% разница, а цена в три раза. Подумайте об этом. Аккумулятор держит лучше в 10-м поколении, потому что нет 120 Гц, которую вы будете вообще выключать, потому что на 120 Гц телефоны садятся быстро. Когда телефоны обновились на 11-й Android 10-е поколение, они стали работать еще стабильнее, еще плавнее, еще лучше. Что касается игр, любые игры на максималках, PUBG Mobile, пожалуйста, без каких-либо проблем мы играем, вообще не замечаю никакой разницы. По дизайну, мне кажется, что не выпирающая тройная камера в S10+, гораздо интересней, чем выбирающая камера в S20 Ultra и в S21 Ultra и так далее, потому что этот дизайн удобно таскать с собой в кармане, удобно гласть на стол, ничего не люфтит, не шатается и так далее. Стереозвук тоже такой же отличный, плюс есть выход джек для наушников. И в целом, если вы возьмете Galaxy S10 или S10+, в зависимости от размера, вы получите хороший телефон и в 2021 году будете соответствовать всем трендам и пискам моды. Так, так. Если вы возьмете 20 или 21 поколение, да, телефон будет чуточку побыстрее, чуточку поинтереснее, но чуточку переплачивать вообще никак не стоит, как по мне так. Поскольку я телефонами занимаюсь, у меня деньги есть, я вообще взял Fold, это уже относится к 20 поколению, тут процессор уже следующий как раз, как в 20 поколении. И понятно, что телефон в принципе работает быстрее, но это все доли секунды, это все незначительно. Потом, что касается между этими двумя моделями, для кого создан S10+, и S10 обычный, я сказал, для топовых людей, кто хочет получить максимальное соотношение цена-качество и быть счастливым человеком. Иметь флагманский телефон с влагозащитой, стереозвуком, хорошим процессором, хорошей камерой и быть топчиком. Для кого создана S10E? Ну, наверное, для придурков. Потому что, вы посмотрите, мы берем этот телефон, включаем экран, и этот. Какие боковые рамки здесь, и какие боковые рамки здесь. То есть, если мы берем S10 или S10+, с загнутым экраном, мы его достаем на людях, и нам не стыдно, нам не позорно, потому что у него загнутые края, и он выглядит ничем не хуже, чем S21 или S20. А вот этот телефон, если мы достаем, он выглядит как старый телефон бабушки. Потому что эта двойная камера выглядит просто отвратительно, это какой-то ущербный позор. Почти как глаз миньона. Что касается датчика отпечатка пальца в кнопке, да, окей, это удобно, это работает лучше, чем датчики пальца под экраном, особенно если клеить защитные стекла. Но вот эти боковые рамки, эти нижние рамки, как по-моему, как по мне, это кошмар. Как по мне, это ужасно, непрактично. И вы серьезно хотите мне сказать, что вот такая вот разница в размере, вот этот сантиметр, он вам сделает погоду в кармане, да? Ну, если сделает, то ладно, это ваш выбор, я вас судить, конечно, не буду. Но вы же понимаете, что да, здесь хороший экран, тоже хороший процессор, но на таком маленьком экране во все эти игры играть неудобно, и вам даже не нужен этот хороший процессор. Хорошая камера, да, она неплохая, но аккумулятор маленький, телефон разряжается быстро. Так что так себе у него плюсов, а скорее минусов в плане дизайна, в плане того, что он не намного меньше, и уж лучше привыкайте к большему размеру, потому что у Samsung политика такая, хочешь топ, ходи с лопатой. Если вы готовы дальше ходить с хернью и платить за нее такие же почти деньги, как за эти телефоны, ну, это ваш выбор.